Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Финансовые грамотности, о том, как распределить свои расходы, доходы и куда лучше инвестировать свои деньги. И сегодняшний наш гость Виктория Елисеева расскажет нам подробнее. Она у нас является бухгалтером-инвестором. Ну, здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Как ваше настроение, как ваши дела? Да, все отлично, немного волнуюсь. Не переживайте, сегодня нормальная обстановка по сравнению с погодой со вчерашней. Хорошо, давайте пришли, мы начнем говорить про финансовую грамотность, немножечко поговорим о вас. Сколько вам лет, откуда вы, где вы учились и все-таки как пришли к бухгалтерскому делу? Мне 23 года, я родилась и выросла в Актубе местная. Училась в аргу имени Жубанова по специальности прикладная математика. Я вообще начала заниматься бухгалтерией в 2016 году, когда поступила в университет сразу после школы. Меня приняли без опыта бухгалтером-оператором и вот с этого началась моя деятельность профессиональная. То есть вы устроились на работу уже, когда закончили школу? Да, после школы, еще до поступления в университет. Я, конечно, понимаю, если там творческая профессия, но это же вроде как серьезная работа. Спокойно приняли, да, без диплома? Да, приняли без диплома. Круто. А вот насчет финансовой части, как вы шли к этому в бухгалтерской деятельности? Так, финансы. Я начала вообще инвестировать в 2019 году именно во время карантина. Просто у меня, получается, мысли об инвестировании начались тоже как раз-таки на первом курсе университета. В связи с моими жизненными обстоятельствами я рано потеряла родителей. И я поняла, что вот богатых родственников у меня нет, которые смогли бы мне помочь, да, как-то вот в карьерной лестнице продвинуться и так далее. И я решила взять судьбу в свои руки. Поэтому я даже вот сама себе поставила вот такую цель. Если я не сдам ЕНТ и не поступлю на грант, я пойду, наверное, мыть поезда. Потому что я жила там возле ЖД вокзала. Вот. В целом я поступила на грант, устроилась на работу и, получается, какие-то разовые услуги еще и выполняла во время учебы. Сильная у вас выдержка, я вам скажу. Спасибо. Что ж, теперь насчет финансовой грамотности, да? Насчет того, как все-таки распределять свои расходы и доходы. Давайте начнем с этого. Потому что куча бывает таких моментов, когда в интернете смотришь всякие вот... Какой-то процентной доли ты должен откладывать туда, а вот это вот сюда. Но потом люди начинают там в комментариях, читаешь, вот, у меня как бы другая ситуация, у меня обстоятельства другие, мне нужно там семью кормить и так далее. Как лучше все это делать? Да, вообще вот в интернете больше форсируется такая система 50-30-20, да? Да, да, вот так. Но она, система, там даже называется вот метод ведения бюджета по какому-то там Уоррену, да? Это какой-то американский финансист. Под нашу ситуацию в Казахстане нам не подойдет вот это распределение бюджета, своих доходов и так далее. Я считаю, вот именно на наш казахстанский менталитет подойдет система 70-20-10. То есть, получается, я знаю, что вот многие семьи в Казахстане... Да, 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 просто вот это, да? Я не манитарь, просто я манитарь, точнее. Окей. Многие семьи в Казахстане, да, большая часть доходов идет, соответственно, на продукты, на какие-то вот ежемесячные расходы в виде ипотеки, закрытия кредитов, на детей, коммуналку и так далее. Поэтому большая часть, 70%, я думаю, вот как раз таки и уходит. У некоторых даже все 100, 90-100%. Вот. Это именно вот идеальное соотношение для нашего менталитета, я считаю. Вот эти 20%, да, я думаю, нужно откладывать на какие-то вот большие покупки, да, чтобы не попасть в кредитную кабалу, в кредитную яму. Потому что вот все думают, в кредитную яму попадают необразованные какие-то люди, которые не умеют распоряжаться финансами. Нет, на самом деле в кредитную яму попадают даже вот образованные, богатые люди, ипотека, какие-то вот айфоны, техника и так далее. Поэтому 20% на крупные покупки и 10% куда-нибудь на закрытый депозит, либо в инвестиции. Вот, понятненько, 70, 20, 10, да? То есть другие методы для нашего менталитета не подходят? Да, не подходят, потому что вообще методов введения бюджета много. Есть вот эта вот система процентная, есть система нулевого бюджета, когда получается, человек получает зарплату, какой-то вот доход, да, свой, и сразу с этого дохода какой-то процент сам выбирает, отправляет тоже вот на закрытый депозит, либо в инвестиции. Потому что сейчас такое время откладывать нужно всегда деньги. Это и на крупные покупки, и на какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот насчет этого. Оно называется, в принципе, как подушка безопасности, да? Что оно под собой подразумевает? В принципе, для многих понятно, но все же. Да. Ну, лично для меня вот эта вот финансовая подушка безопасности – это 6-12 ежемесячных расходов. Не зарплат, а ежемесячных расходов, потому что расходы могут быть больше, чем наша зарплата. И, соответственно, нужно будет искать дополнительный заработок какой-то и монетизировать какие-то свои навыки. Вот под подушкой безопасности, все-таки его действительно нужно там под подушкой его закидывать? Но это было в советское время, как бы, да. Сейчас из-за, как оно говорится, инфляции она может пострадать, в принципе. Поэтому куда лучше его инвестировать, скажем так, откладывать? На депозиты или все-таки в акции, в аппликации или что еще? Вообще… По крайней мере, для, вот, как сказать, для простых смертных. Потому что, когда читаешь всякие там книжки по саморазвитию, там, говорится, там крупные акции, аппликации. Но для простых людей это, как бы, не особо-то и понятно, с чего им начинать. Я вообще тоже такой же простой смертный, как и вы, как и мы все здесь. Вот, я обычный розничный инвестор. Вообще, каждый сам должен выбирать на основе, на основании вот своего какого-то характера, каких-то предпочтений, да, во что ему лучше вкладываться. В принципе, сейчас много инвестиционных инструментов. Я вот депозит считаю тоже инвестиционным инструментом. Сейчас есть закрытые депозиты под 15-16%, которые онлайн открываются. Можно открывать вот эти вот закрытые депозиты, пополнять, но без права снятия. На год, два, три и так далее с пролонгацией. Можно, да, рассмотреть акции и облигации. Просто, допустим, я, я любитель пассивного инвестирования, потому что, помимо инвестирования, у меня есть еще основная деятельность, несколько основных деятельностей, вот, пассивное инвестирование – это инвестирование в фонды, в индексы, системообразующие индексы, фонды, фондового рынка именно. Вот, в целом, если уделить буквально месяц изучению фондового рынка, акции, облигаций и остальных инвестиционных инструментов, их очень много, там и фьючерсы, и опционы, и краудфандинг, и стартапы, и вложения в бизнес, то, в принципе, можно начать пассивно инвестировать с минимальной суммы даже. Вот минимальная сумма для инвестирования, там, сколько обойдется? Там понятно, что все это индивидуально, но все же. Самое минимальное – 2500 тенге. 2500 тенге для инвестирования в акции? Для инвестирования в биржевые ноты. Есть, получается, в 19-м, либо в 20-м году, в 20-м году вышло приложение Tabus. Получается, там сейчас 15 биржевых нот, когда только вышло, было 6 биржевых нот. Биржевые ноты ETN, они, получается, копируют схему ETF, пакеты акций на американском рынке. Эти ETN специально сформировала МФЦА, Международный финансовый центр Астаны, для розничных инвесторов, чтобы инвестиции и фондовый рынок был ближе для нас, простых смертных. Там, получается, биржевые ноты есть на золото, акции, облигации, американские, китайские, казахстанские. Сейчас скоро будет IPO Казмуна и Газа на Tabus. И в целом фондовый рынок. Вот для нашего менталитета, как нам лучше все-таки пройти через этот барьер, что все-таки, потому что многие люди боятся этого, рискуют, и поэтому они открывают больше на государственные банки, депозиты и так далее. А когда дело касается уже инвестирования в каких-то частных компаний, многие люди страшатся, потому что есть риск, что ты потеряешь деньги и так далее. Вот как все-таки лучше людям победить вот этот страх? Потому что ведь не во всех же есть в акциях такие риски. Если ты будешь инвестировать в гос или в такие места, как нефтяные, например, там как бы ближайшие 20 лет в штучность будет нормально. Да. К примеру. В целом я вообще советую, рекомендую своим клиентам инвестировать долгосрочно, именно на 10-20 лет. Потому что по статистике, и я себя тоже так успокаиваю, не было 20-летнего периода, на котором не было доходности по акциям, облигациям, ETF и так далее. Вот я этим себя успокаиваю. Но есть как бы и другая грань вложения финансовой пирамиды, да? Угу, вот так. Когда люди хотят быстрых денег, вложи 200, получи 400 через месяц и так далее. Я считаю, вот этот фондовый рынок, это что-то среднее, да, между депозитами. И финансовой пирамидой. Угу. Вот. Но как бы есть определенные тоже критерии, что отличает вот финансовую пирамиду от настоящей брокерской компании. У брокерской компании должна быть лицензия. Они не должны быть замешаны ни в каких судебных разбирательствах, потому что по финансовым пирамидам мы видим, что там постоянно какие-то судебные разбирательства, иски и так далее. И еще я вообще тоже для себя увидела такой признак, чем лучше, чем так красивее название, да, у финансовой пирамиды, это как раз таки и выдает там… Его фальшивость или она брать? Да, его фальшивость. Какие-то вот финам, биг мани, биг дринг, такие вот какие-то финансовые пирамиды и так далее. А брокерские компании, они зарегистрированы, и это, в принципе, можно проверить на сайте Кассики и Зет, основная биржа, и на сайте Нацбанка. Вот многие родители в основном у нас немного путаются, когда говоришь, что хочешь немного поинвестировать, они уже начинают думать, а, все-таки ты попался, не знаю, на мошенничество, всякие там пирамиды и так далее. Вот сложно их убедить, что это как бы совсем не то. Ведь есть все-таки различия, не так ли? Потому что куча раз, когда видишь, что они доходят до суда. Да, просто нужно будет открывать сайт Кассики и Зет и выгружать вот этот перечень именно одобренных Нацбанком брокерской компании. Их сейчас около 25. И вот самое страшное слово, которое по вселенной Гарри Поттера уже равно, как человеку, которого нельзя называть, про Воланда Морса, да? Гарри Поттер поймут. Кредиты. В каких ситуациях все-таки стоит его брать? Я вообще считаю, единственный нормальный, хороший кредит, который можно брать, это кредит на жилье, потому что он единственный оправданный кредит. Но тоже с такими вот условиями, да? Вообще ипотеку нужно брать желательно, если вы замужем, либо женаты, и не собираетесь переезжать в другую страну в течение 50 лет. То есть вы выплатите ипотеку и без долгов, допустим, переедете в другую страну и так далее. Вот при таких условиях. И по ипотеке там, в принципе, тоже можно договориться с банками, чтобы ежемесячный платеж снизить. Вот. В принципе, я считаю, именно на жилье. Я этот кредит одобряю. Ипотека, вот слово страшное. Понятно. Еще есть такая вещь, как вот недавно вычитала для себя, что в любом случае, даже если ты не будешь брать кредиты, для тебя все равно важно, чтобы у тебя имелась кредитная история. Якобы, если ты в будущем захочешь взять кредит, у тебя должна быть какая-то, не знаю, авторитетность, можно сказать, что ли, что вот действительно тебе можно доверять. Я говорю, да. Или это не обязательно все-таки? Мне кажется, не обязательно, потому что при выдаче кредита банки смотрят именно на пенсионные отчисления. А, на пенсионные отчисления. Понятно. А что касается вот нашего мониторитета, опять мы все это время трогаем, но все же, когда есть люди, которые берут кредит, чтобы там устроить свадьбу, а есть еще мазохисты, которые берут кредит, чтобы закрыть кредит. Вот что вы думаете насчет этого? Тут даже я не знаю. Да, я тоже не знаю, как ответить, потому что, в принципе, я тоже замужем, на свою свадьбу мы кредит не брали, как-то обошлось без этого всего, без ресторанов. Это уже на совести человека, который берет кредит на такое торжество. Но я считаю, что вот даже сейчас по статистике кажется, это вот статистика кредита на то, и кажется, падает. Снижается, да? Да, снижается. Слава богу. Да. Хорошо. Вот вначале мы говорили про то, что нужно отклад какую-то сумму для покупки необходимых вещей, да? Как все это делается? Потому что все-таки есть риск того, что тянет, хочется взять какую-то сумму, что-то накупить и так далее. Импульсивные покупки, можно сказать? Да. Об этом. Вот. Сейчас с импульсивным покупком подвержены мужчины и женщины. Да. И в целом я нашла тоже и для себя решение. Какое? Как избежать импульсивных покупок. Закрытые депозиты. Если пока как бы недостаточно знаний или есть какие-то страхи, да, по поводу рисков, да, на фондовом рынке, в принципе, можно наши банковские предложения продукта рассмотреть. Это закрытые депозиты. Есть без права, пополнение без права снятия, сразу такую большую сумму, и отправляете банк крутиться под процентом большой, 15-16 процентов. Либо без права снятия, но с правом пополнения ежемесячно, в любое время. Такие вот депозиты. Именно закрытые, да, чтобы вы не могли снять, да, в течение года. А вот что касается тех людей, у которых расходы гораздо больше, чем доходы, вот что им нужно делать? Потому что я помню как-то, тоже для себя изучаю иногда такие темы, но не особо-то иногда понимаю. Там говорится о том, чтобы хотя бы месяц, чисто для эксперимента, устроить ежедневник для расходов, что что такое. Ты там пишешь всегда, что ты там куда-то потратил и так далее, и под конец месяца смотришь, на что ты потратил больше, если там больше на хапчики, всякие там бургеры и так далее, то в следующем месяце все-таки это нужно ограничить. Как лучше все это делать? Да, учет вообще желательно начать вести, если еще не начали. Но ежедневники не всегда удобно, потому что вот эта вот книжечка не всегда под рукой, я считаю в телефоне, в заметках. Я в заметках делаю сюда. В заметках я тоже делаю, в заметках более удобно. Вот эти вот приложения тоже для ведения учета, я считаю, не очень удобные, потому что этот интерфейс, когда замыливает глаза, мы смотрим, ой, какая-то красивая иконка и так далее, и все. А, учет, ладно, в следующий раз. И я вот в целом тоже, свои расходы записываю в заметки, веду в заметках. Если расходы превышают доходы, здесь как бы три пути, три техники для увеличения доходов. Да. Найти дополнительную работу, найти дополнительный заработок, выписать все свои навыки, которые есть, да, попробовать их монетизировать, снизить расходы, опять же, посмотреть вот по месяцу, по кварталу, сколько вообще, какие вообще были расходы, какие непредвиденные были расходы, и уже в соответствии этим составлять свой бюджет, сколько вам нужно на жизнь. И двигаться в эту сторону, планировать, как вы будете повышать доход, снижать расход и так далее. Это все вот оптимизация вашего бюджета. Вот насчет предложения вы сказали, да, как-то, помню, раньше увлекался этим, когда ты скачиваешь приложение для там планировки, там, там, тайм-менеджмент называется и так далее, то и там даже некоторые приложения были как-то неудобными, гораздо проще было все записывать заметки. Вы что-то подобное не ведете еще, помимо финансовых, что вот какие-то там цели по именно финансовой части, потому что есть некоторые люди, которые под год уже устраивают свои расходы. То есть не под конец месяц, а на целый год. Это как вообще? Планирование расходов на целый год? Да, на целый год. Я вот не представляю. Я вот не могу знать, наверняка, когда я там куплю себе постовку или что-то еще. Я в целом, да, я планирую сейчас на год, потому что я в целом веду учет с 16 лет. Я знаю, какой у меня месяц самый дорогой, какой месяц самый дешевый, и в целом я могу планировать вот так вот свою жизнь. Это как вообще целый месяц? Как месяц вы учитываете? Учитывайте. То есть, смотрите, да, если я веду 16 лет, 7 лет я уже веду учет. Я знаю, что, допустим, у меня декабрь, июль месяц, когда я родилась, и январь. Это самые дорогие месяцы. И на них я закладываю, допустим, больше бюджета. Потом есть еще непредвиденные расходы. Это получается сверху 20-50 тысяч я еще закладываю на каждый месяц. Вот. В принципе, вот так вот и планирую. А шоппинг у меня раз в квартал. Это уже запланировано. Я шоппинг не особо люблю. Вот так вот. Понятно. Вот программа у нас, как бы в целом, больше рассчитана для молодых ребят, да? Больше для студентов. Вот для студентов. Возьмем, для примера, студента, который учится на третьем курсе и немного параллельно там подрабатывает, да? Где-то условно он зарабатывает, не знаю, 100 тысяч тенге. Живет, например, с родителями. Возьмем такой пример. И вот как ему лучше распределять свои доходы? Как бы он не страдает всякими коммунальными услугами там каждый месяц все деньги в его распоряжении. Может быть, какую-то сумму дает своей маме, но в целом остается у него. Как ему лучше инвестировать? Вот 100 тысяч, например, грубо говоря. 100 тысяч, да? Да. Не тратить на гулянки. Вообще, что ли, не тратить? Гулять можно, да. Надо закладывать бюджет на развлечение обязательно, потому что только работая, обучаясь, да, можно сойти с ума. А я считаю, вот из 100 тысяч хотя бы вот 20-30 нужно откладывать на инвестирование либо на депозит. Вот. Сейчас самый вот более-менее такой открытый способ это инвестирование на Табусе. Там получается регистрация 5 минут и, в принципе, за час можно уже купить первую биржевую ноту за 2,5 тысячи тенге. Китайскую, американскую, казахстанскую и так далее. Там уже все зависит от валюты, да, еще? От валюты, да. И от курса. И вот что касается валют. Многие люди говорят, что все-таки лучше инвестировать, точнее все, валюты менять на доллары, на евро, якобы на тенге не стоит. Про рубль вообще молчим. Что вы думаете насчет этого? Я считаю, вот большую сумму лучше держать в тенге все-таки, потому что мы живем в Казахстане, мы зависим от тенге. Но определенные суммы нужно переводить тоже в систему, образующую валюту. Не только в доллар, это в доллар, в евро и юань. Потому что на протяжении всей истории многие как бы не обращают внимания на китайскую валюту, но юань, как бы он сильно не падает, он в целом растет ровно, пропорционально развитию технологий. Поэтому юань, доллар и евро советую рассмотреть. А тенге тоже стоит? Не стоит его сбрасывать со счетов? Конечно, да, не стоит. А вот что касается инфляции, наша страна, она сильно подвержена этому? Сейчас вообще в целом полностью по миру инфляция. Сейчас мировая инфляция. Сейчас даже вот раньше в США была инфляция 2%, сейчас уже нас догоняют они, у них сейчас 8-10% инфляции, но мы тоже уже вверх идем по инфляции. 13-15-17%. Вот многие люди боятся именно во время инфляции, как-то инвестировать, что-то там откладывать, боясь, что из-за инфляции твои доходы потеряются. Но когда ты читаешь всякие статьи, где крупные бизнесмены наоборот берут в пользу якобы такие вот критические, экстремальные ситуации, вот как простым людям с этим заниматься. То есть, несмотря на инфляцию, что ли потом делать? Вот здесь вот нужно тоже как бы каждому человеку проверить свою способность и терпимость к риску. То есть, хватит ли у него бюджета, да, на инвестирование, и психологически справится ли он там с большими падениями на фондовом рынке, да? Это нужно уже там с собой договориться, проанализировать ситуацию свою финансовую и вкладываться. Я считаю сейчас самое лучшее время, чтобы вкладываться. Как раз таки вот крупные бизнесмены, финансисты, они используют ситуацию снижения, ситуацию кризиса и вкладываются в это время. Я в том числе, я начала в 2019 году во время коронавируса. Просто у меня произошел какой-то щелчок в голове, и я поняла, вот сейчас то самое время, когда нужно вложиться. Потому что по статистическим данным сейчас кризисы у нас проходят намного быстрее, чем допустим 100 лет назад. И после завершения кризиса рынок в целом идет на 30-50% наверх. Поэтому я считаю на фондовом рынке деньги все равно нужно держать, потому что лучшие дни рынка они все равно рядом с самыми худшими. Все-таки я считаю определенную часть бюджета нужно держать на фондовом рынке. Но я в целом сама инвестирую на 20 лет, к тому времени, когда моя дочь подрастет, дальше уже решим. Я вот недавно увидел в вашем сторисе, как вы, точно не помню именно, но вы там говорили, что инвестировали в какую-то акцию или что-то подобное, где был огромный риск и боялись, что там что-то потеряется огромная сумма. Но благодаря везению или может быть образованию у вас там это получилось как-то. Да, это было... Напомните, пожалуйста, я немного забыл, но увидел такой интересный момент. в актуалке это было, кажется, да. В актуалке, да? А я вложилась в американский завод, не помню уже его название. Ну, это у нас не приветствуется. Да. Какой-то промышленный завод. Вот. А в целом, это тоже для меня послужило уроком, да, обязательно нужно вкладываться в ту компанию, в тот фонд, деятельность которой вы понимаете, да? Допустим, это американский завод. Я даже... Я, конечно, проверяла все по финансовой отчетности, это же все должно быть в открытом доступе и так далее. Но я в целом не поняла, что вообще, как это работает, какой у них вид промышленности и так далее. И я в целом продала эту акцию, когда график пошел вверх, и поэтому осталось в плюсе. Вот. В принципе, так это было. Но я считаю это и везением, и каким-то вот, не знаю, тоже щелчком, что вот, не понимаешь, не надо вкладываться. Лучше именно вот в финансовую сферу, технологическую сферу и так далее. Вот. Всегда вот читаешь всякие там социальные сети, там всегда выходят рекламные моменты именно про трейдинг, если не ошибаюсь. Там всякие вот эти вот интересные такие махинации, вот тебе 18 лет, ты живешь там с родителями и хочешь там работать, там, не знаю, на заводе, приглашай меня там к себе. Что вы думаете насчет таких вот моментов, когда вот выходят такие рекламы? Потому что даже обычные продуктовые компании, обычно же вот, не знаю, напитки и так далее, вот слышал, что если какие-то напитки интенсивно, кто-то экстремально рекламирует его, то значит, там у них что-то там хромает. То есть продукт, который хорошо, все идет, то его особо не рекламируют. И в целом, вот настоящие брокерские компании, они тоже особо не рекламируют свою деятельность, да, и в принципе трейдингом, да, сейчас может заниматься даже вот обычный розничный инвестор, просто смотрите, здесь у него не должно быть какой-то вот основной деятельности, работы, потому что на трейдинг нужно тратить 8-10 часов в день. То есть только как работа. Да, это идет уже как полноценная работа, и естественно, если ты на это тратишь много денег, какой-никакой доход будет все равно, да, просто в этом нужно разобраться, в принципах трейдинга и так далее. Я знаю парочку принципов, но я попробовала их в начале инвестирования, поняла, что мне это не подходит, потому что я не могу 8 часов в день тратить именно на это, да, а многие думают, что трейдинг, так вот сейчас куплю, потом продам, когда вырастет, вот это сейчас куплю, вот это продам и так далее, и думают, что, ой, это же 5 минут в день, нет, на самом деле нет, чтобы, вообще в любом деле, чтобы были большие деньги, нужно на это тратить время. То есть легких денег, в любом случае не бывает? Вообще ни в каком случае не бывает. Ну вам виднее все-таки, потому что даже в тех рекламах говорится о том, что ты всего лишь будешь там уделять 2-3 часа своего времени, и все, больше тебе не нужно там, и ты думаешь, как заманчиво. Вообще, если бы это было честное, предложение, было бы неплохо, на 2-3 часа попробовать, просто здесь факт том, что это же ваши деньги, вы будете вкладывать непонятно во что. Я вообще считаю, лучше самостоятельно вкладываться в брокерской компании с лицензией, а не в предложение по таргету и так далее. Понятно. А вот что касается вас, вы еще где-то работаете, не так ли, подрабатываете, еще какие-то курсы ведете, к примеру, например, в социальных сетях. Как у вас все обустроено? Потому что только что вы сказали вне эфира, что у вас разные работы, разные моменты. Я думаю, как все это вообще совмещается у вас еще и со семейной жизнью? Да, я вообще вот в шутку говорю, что я математик разнорабочий, потому что я сейчас в трех компаниях, получается, веду бухгалтерский учет, также преподаю, у себя кабинет снимаю на Абу Хайрхана, бухгалтерские курсы, сдача отчетности для бухгалтеров, предпринимателей. И сейчас еще планирую тоже открыть такой вот небольшой репетиторский центр по математике, третий-десятый классы. Потому что у меня в целом специальность прикладная математика, я хочу вот по полной использовать в своей деятельности. Курсы, да? Да. А пробовать тебя как преподаватель в школе? Нет, в школу я не хочу идти, нет. Почему? Я считаю, школа, школа, колледж, вообще государственные учреждения это сильный стресс. Я лучше самостоятельно в своем темпе буду работать и самой строить свой график, свое время. Согласен. Потому что сейчас вроде как если ты будешь преподавателем, это не значит, что ты работаешь с 9 до 6. Потом есть вот эти вот показы, можно спарить всякие твои видения в него в господи боже. Да. А что касается курсов, вы еще их тоже ведете, не так ли? Да. Как вы решили, что готовы все-таки уже обучать других людей? Я вообще начала обучать именно вот бухгалтерскому учету с августа. Третий месяц. Индивидуально обучаю в кабинете. Как я к этому пришла? Не знаю. Просто как-то так получилось, что я подумала, как я могу быть полезной еще этому миру. Начало проходить тоже повышение квалификации, бесконечные по бухгалтерии, оптимизация, снижение налоговой нагрузки. И все-таки я думаю, что я помогаю и бухгалтерам, и предпринимателям в том числе, снижая налоговую нагрузку законным образом. И с этим я, получается, делюсь с начинающими бухгалтерами. Потому что многие, даже опытные бухгалтера, не знают таких вот бухгалтерских фишек, да и в налоговом кодексе, которые можно для себя использовать. То есть у вас курсы больше идут на бухгалтерское дело, да? А про финансовую грамотность вы не ведете? Я проводила марафоны год-два назад, пока решила приостановиться, потому что с начала года из-за политической обстановки в мире фондовый рынок начал падать очень сильно. И он, получается, за 9 месяцев этого года упал на 30%. Я просто на себя не хочу брать ответственность за брокерские счета клиентов, поэтому я эту деятельность сейчас не рекламирую. Сама в своем темпе пассивно инвестирую. И на консультации, в принципе, ко мне приходят, конечно, люди, но чтобы рассмотреть вот эти консервативные, агрессивные инструменты для инвестирования. И заключительный вопрос. Что бы вы посоветовали начинающим все-таки проходить всякие курсы разные? Или все-таки лучше сейчас интернет доступен, и ты можешь спокойно сам обучаться? Что бы вы посоветовали? В принципе, если это вопрос касаемо инвестирования, есть ряд книг американских, российских, даже казахстанских о фондовом рынке. Можно рассмотреть сначала литературу. Вообще историю фондового рынка, как вообще строится цена на акции, как вообще появились фонды. Сначала погрузиться в историю, посмотреть, как это все работает, вообще понять принципы работы фондового рынка, а уже потом для себя решать, готовы ли инвестировать часть денег или все-таки лучше депозиты. Вот насчет книг. Все-таки лучше, мне кажется, если дело касается инвестирования, лучше изучать свою литературу. Не так ли? Потому что, если брать, к примеру, книгу Роберта Киосаки, то там больше про рынки зарубежных стран. Под Казахстану оно не подходит, скорее всего. Можно рассмотреть, в принципе, даже и российских авторов просто не читать их блоки про их налогообложение, потому что, допустим, в России у них есть индивидуальные инвестиционные счета, у них, получается, инвесторы тоже им дают льготы по НДФЛ. Это их там... как у нас индивидуальный подоходный налог, у них НДФЛ, получается, идет с физического лица. Вот. В принципе, можно почитать и российских тоже авторов. А из казахских кого бы посоветовали почитать? Так. В целом... Ну, и российские еще, они как бы более-менее близкие к нам по духу все-таки. Так. Ну, сейчас я так вот по названиям не смогу сказать, потому что я читаю в основном американских, да? Потому что у меня уже как практический опыт инвестирования есть, я просто их ситуацию с нашей ситуацией казахстанской сравниваю, да? Уже так для себя. Вот. Но, в принципе, ко мне могут обратиться, я могу скинуть, да, в формате PDF всех авторов. Тогда ваши топ-3 книги по финансовому инвестированию, тогда какой вопрос будет? Ваши топ-3 книги. Маша... Так, топ-3 книги. Ага. Разумный инвестор. Это, получается, американская автора книга. Сам себе финансист. Это российского автора книга. И последний? И последний. У меня есть вот сервис Invest Guide KZ. И вот я с него беру в основном информацию полностью по инвестированию. Это именно наш казахстанский инвестор ведет этот портал. Вот. Это инвестор, который в 2000-х годах привлекал инвестиции в Казахстан. Вот. Его я тоже читаю. Понятно. Что ж, на этом наша программа почти подошла к своему концу. Рад, что вы вышли к нам, уделили свое время. Желаю вам успехов не только в финансовых, но и в личных. Счастья вам и здоровья, самое главное. Потому что без здоровья все-таки никуда ты не пойдешь. Что ж, на этом наша программа подошла к своему концу. До скорой встречи. До прибудет с вами сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин